Друзья, это магазин МиниТрактор и сегодня, как я обещал, полный обзор DTSA 5024HP. Это более бюджетная, более дешевая версия реверсного HPX на 30 сил, который мы все так любим. Обрезанный, а в каких-то моментах он может хуже. В общем, сейчас разберемся. Поймите и смотрите обзор. В общем, для тех, кто еще не в курсе, DTSA, во-первых, есть такой миф, что это украинское производство. Это украинская заборка. Они приходят целыми. Собираются только капоты, крылья ставятся, там докручиваются сиденья. Ну, в общем, кузовня вся. Блок двигателя и коробка приходят целыми. Это украинская сборка. Но это, на секундочку, самый качественный. Один из тракторов, который мне лично больше всех нравится. Вообще, со всех полноприводных, китайских. В нем есть очень много классных преимуществ. Во-первых, это реверс. Коробка 9 вперед, 9 назад. На любой передаче, при помощи рычага, вы можете переключиться и ехать с одинаковой скоростью. Как вперед, так и назад. Во-вторых, это увеличенный объем двигателя. Тоже масса хейтеров писали, что тут 24, ни хрена подобного. 1,9 объем мотора, 390 блок, соответственно, дает вам еще плюс-минус запаса лошадки. Идет по максимальным, он 30, хотя номинальный у него 24. Вот. И, конечно же, это класс Донг Фенга. У всех китайцев 24 лошадиных силы, 30 лошадиных сил Донг Фенг. И вот это является самыми комфортными, самыми качественными. Что касается элементов кузова, оно все не дребезжит. Видите, там достаточно ровер жесткости, всех этих вещей. Расстояние между крыльями, расстояние до приборки позволяет разместиться человеку в любой комплекции. Есть амортизированное сидение подпружиненное, которое с регулировкой идет жесткости. Практически ровный пол, электронная приборка, качественная приборная панель, качественные элементы кузова, хорошо окрашенные, не как в ДВ-шке. Нет этих круглых дешевых датчиков, нет крыльев, которые телепают при заведенном моторе, потому что металл там тонкий, и вообще оно все такое себе. Ну и, конечно, самое главное, качественные материалы мостов, качественные материалы трансмиссии. Про коробку я уже говорил, что реверс и качественная трехточечная навеска, нет неких сварных швов, поднимают около 600 плюс-минус килограмм. Есть две скорости в Омп, нормальная, адекватная, мощная коробка, адекватный, нормальный задний мост с креплениями специально под какое-то тяжелое габаритное оборудование. Есть тоже сцепка, этот металл весь адекватный, толстый. То есть, никаких вопросов к нему нет. И в этом году DTC уже сделала более эконом вариант на более узкой резине. То есть, теперь, если у вас не хватает до DTC HPX каких-то 200-300 долларов, если вам надо вариант на поуже резине, если вам этот фактор, в принципе, не важен, то вы можете взять такой, и он вам выйдет, друзья, дешевле, чем уже полноценный HPX. Более того, они сейчас есть в зеленом, есть в синем цвете, то есть, вообще, в принципе, на любой вкус такие тракторцы. 24-й задний диск, 16-й передний, регулируется тоже колье, то есть, под любые сельхозработы, под любые междуряди он пойдет. Он пойдет с фрезой 1,40, он пойдет с фрезой 1,60, если у вас мягкий грунт, пух, бомб, 2 по 25. За счет того, что моторесурс увеличен, он потянет больше навески. Ну и, конечно, качество, про которое я уже говорил. Приятно сидеть за рулем, приятно включать передачи, приятно на нем ехать, потому что все ходит гладенько. Ну, сейчас, давайте сейчас прямо, вот, про то, что я говорил. Максимально удобно, я расселся, тут большая платформа, садиться, слазить с него удобно, потому что есть подножки, есть за что взяться, какие-то такие мелочи продуманы. Приборка разноцветненькая, как в машине, где показывается все и топливо, и уровень нагрева двигателя, и уровень масла, все тут есть. И, конечно же, реверс, то, что самое мое любимое в этом тракторе. А, в общем, какая еще фишка? Есть система от дураков, которая тут реализована. Если трактор стоит на передаче, как у меня сейчас, то он не заведет, даже при выжатом сцеплении. Мы снимаем с передачи его и... Втыкаем любую передачу, допустим, это будет первая. И при помощи рычага реверса назад, вперед. Назад. Вперед. Автоматически открывается капот. Такого нет нигде. На самом деле, просто надо подтянуть замок, потому что отпускает. В общем, 30-сильный, реверсный, более бюджетный CHPX, чем HPX мини-трактор в наличии в нашем магазине. Подписывайтесь на канал, переходите вниз под на сайт, ознакомывайтесь с ценами и подписывайтесь на наш инстаграм, который есть внизу, чтобы узнать для себя, что-то интересное, что-то полезное. А я поехал подкручивать замок на капоте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!